Сегодня я хотел бы поговорить о фильме «Снегирь», российский фильм, вышедший в 2023 году, подставленный Борисом Хлебниковым, и практически сразу с момента своего появления, еще на фестивальных экранах, про эту картину стали говорить как про одну из лучших российских картин этого года, и вот в таком статусе вполне возможно пребывает даже на настоящий момент. И вот этот статус, ну, конечно, припаянный к фильму на какое-то время критиками, он, мне кажется, как раз и делает фильму какую-то такую плохую, можно сказать, службу, потому что возрастают ожидания, которые без того немаленькие. Ну, учитывая, что мы знаем Бориса Хлебникова как прекрасного российского режиссера, создателя «Аритмии», в первую очередь, наверное, и других фильмов, ну, о чем можно отдельно еще сказать. Так вот, и вот эти ожидания, они ставятся и без того как бы завышенными. И вот я поймал себя на том, что я, ну, обычно вот как бы стараюсь действительно критику до просмотра фильма не читать, но тут вот действительно вот даже вот само по себе определение, один из лучших фильмов или, возможно, лучший фильм года, оно как бы само по себе тоже тут вот возникает, и невозможно было как бы не увидеть. И вот это уже ты думаешь, о, ну, наверное... И когда начинаешь смотреть, и как-то не ловишь вот этот, как бы, вот, не ловишь эту атмосферу, и понимаешь, как это сделано, вот там первый час, как бы ничего не происходит вообще, да, или вот эти хихоньки-хахоньки, и ты понимаешь, что вот для чего это сделано, и к чему это все идет, и что будет дальше, и получается, вот я лично, как бы, можно сказать, не въехал в эту атмосферу, и получается, я фильм воспринял без, вроде бы, ожидаемого восторга, ты уже заранее ждешь, вот сейчас тебя там этот проймет, а на самом деле, как бы, вот я смотрю, и я, как бы, разочарован. То есть я не хочу сказать, что фильм как бы плохой, неплохой, он как бы, просто он, это оказалось и не мой фильм. И, конечно, вот следующий момент, который тоже, мне кажется, очень пошел во вред, то, что на это упирали, с одной стороны, понятно, почему на это упирали продюсеры и прокатчики, и это, вроде, не скрывалось изначально, что это фильм-катастрофа, то есть когда фильм же, это до такой производственной судьбы, о нем начали говорить еще довольно давно, я тогда, думаю, в 21-м году удивлялся, заявлено, что фильм выйдет только в 23-м, а он уже снимает, то есть как бы, ну надо же, это же сколько времени еще пройдет там, или это даже в 20-м году было, когда про это начали говорить, про эту картину, я думаю, ну вот, что же они там будут еще снимать-то столько времени, но это просто фильм оказался со сложным, действительно, производственным таким вот графиком, что это, в общем, этот год свыше того, в общем, далеко не даром, в общем, прошло, а если учесть, сколько они еще готовились к этому фильму, вот, и вот это, вроде, действительно, уже морально настроен на катастрофу, и фильм сравнивали прямо с идеальным штормом американским, и получается, зная просто Бориса Хлебникова, конечно, не стоит этому удивляться, что вот вся эта катастрофа, она растворена совершенно вот в подготовке к ней, действительно, там эта катастрофа, она происходит, там где-то начинается, там уже фильму час 20, там больше, вот этот шторм, собственно, а до этого ты должен как-то пережить вот этот первый час, и фильм получается совершенно о другом, то есть ты прям уже вроде морально настроен, что сейчас там что-то там такое будет, а получается-то вот как бы, ну, это надо просто, конечно, понимать Хлебникова и понимать, что да, он тебе катастрофу-то в этом чистом виде не покажет, потому что он посложнее режиссёр, посложнее прочих, и да, и вот эти ожидания, они, получается, меня лично немножечко обманули, хотя я, повторюсь, я стараюсь обычно вообще ничего не ждать, ни от Хлебникова, ни от кого-либо ещё, вот смотрите, как бы с чистого листа, но здесь вот не получилось, и поэтому в какой-то мере вот на мой сегодняшнее такое отношение к картине влияет вот это разочарование, что я её вот не вполне как бы вот, ну, принял, она вот мне оказалась не вполне вот как бы по душе, хотя Хлебникова я очень действительно уважаю, ну, не могу сказать, что прям очень люблю, но мне кажется, что это вот из тех, конечно, режиссёров, у которых вполне могла бы просто сложиться и международная судьба, ну, если бы, ну, может быть, звёзды, либо иначе, да, вот, то есть у нас принято считать, что, ну, главный наш международный фестиваль режиссёр, это Звягинцев, ну, это, главное, справедливо, но о чём хуже Хлебников, потому что вот когда выходили в один год «Нелюбовь» с Звягинцевой аритмией, Хлебникова, ну, для меня очевидно, там были на этот счёт споры какие-то, ну, лично для меня очевидно, что Хлебников лучше, что если бы выдвигали на «Оскар» аритмию, что, да, за Звягинцевым какой-то шлейф был их работ, был их успехов, и у него вот действительно пробивной продюсер, тогда был Роднянский, который знал, как именно продвигать фильмы, чтобы он действительно попал в номинацию, но если бы фильмом Хлебникова занимались бы так же, почему аритмия не могла попасть, претендовать на «Оскар»? Вполне могла бы. Вот по художественным качествам она, на мой взгляд, вещь сильнее. Как раз любопытно, что в отношении вот для меня в десятые годы как раз два фильма самые такие знаковые для российского кино, это как раз «Левиафан» и «Аритмия», это «Аритмия», как «Левиафан», только более оптимистично, с более оптимистичным звучанием, но очень похожие ленты. Вот, ну и помимо этого у Хлебникова уже за 20 лет его работы в кино, начиная с «Коктебеля», есть и другие интересные картины, это и «Свободное плавание». Вот сумасшедшую помощь его я не очень как бы воспринял, вот, то есть всё-таки работает он с переменным успехом. И вот «Долгая счастливая жизнь» тоже как-то так, ну, подзабылось. И вот у него, допустим, пока ночь не разлучит, вроде такой тоже эксперимент, ну, вроде забавный, но тоже как-то уекнул куда-то. Вот я до сих пор не дошёл до солнечной линии, к своему стыду, предыдущей картине перед это. Как раз он, вот, любопытно, что он, ну, или даже одновременно это как-то случилось, вот интересно, как это, что у него очень скромный, судя по всему, такой фильм, который они быстро сняли с солнечной линией, и при этом вот огромный такой действительно производственный вот этот боевик такой, можно сказать, вот с этим снегирём. Такой действительно фильм-катастрофа. Ну, и при том, что действительно даже, наверное, больше успехов за последние годы, вот если не считать «Аритмию», «Аритмия», конечно, это главный успех, «Хлебников» добился на ниве телевизионных сериалов, вот «Обычная женщина», про которую я уже рассказывал, первый сезон им поставлен, и «Шторм» не менее прекрасный, и тоже очень напряжённая картина. Вот это, в общем, тоже его большие творческие, художественные удачи. И вот вроде, конечно, да, «Хлебников» это голова, фильма «Хлебникова» стоит ждать, и вот, ну, тем не менее, вот я не могу прям расписаться в том, что прям я вот этим снегирём очарован. Это экранизация романа Георгия Владимова «Три минуты молчания», но сам режиссёр и его, вот с автора сценария Наталья Мещанинова, они говорят о том, что всё-таки они ушли от содержания романа, оставив только его дух, вот его основную атмосферу, а по сюжету это вот не похоже. Что касается Владимова, могу сказать, что, наверное, мне со школьных времён знакома его повесть, ну, или даже как рассказ «Верный Руслан», по-моему, он у нас был в неквасном чтении, уж не знаю, остаётся ли сейчас. И имя, конечно, памятно, вот я не читал, но я помню, что его роман «Генерал и его армия» был отмечен в своё время русским букером, крупнейшей на тот момент литературной нашей премии. Вот, ну, более, как бы, я с творчеством писателя не сталкиваюсь, но отмечаю это просто к тому, что, да, имя вроде бы видное, заметное, ну, действительно, с какими-то вот успехами, в общем, да, на литературном помощи. Не просто так они с полки какой-то, вот непонятно кого взяли. Вот, ну, уж сравнивать с литературным первоисточником не возьмусь, но вот Хлебников в своих интервью объясняет, что вот прямую экранизацию сделать сложно, а вот важнее сохранить вот какой-то общий мотив. И он этот мотив видит в том, что он вот показывает людей, вот этих матросов, то есть там речь о плавании в море, два таких юнца из мореходного училища поступают ассистентами, или как их называют здесь, ассисяями, на вот судно рыболовецкое, они отправляются в плавание, и вот этим юнцам предстоит как-то так повзрослеть за это время, вот, и, что называется, стать мужчинами, набраться опыта какого-то. И вот Хлебников говорит о том, что ему как раз важнее из романа оказалось показать, что вот эти моряки, они на самом деле вот, ну, они могут быть не очень приятными людьми, и могут как бы довольно подлечить, вот когда с этими юнцами плохо там обращаться, не быть им, что называется, такими новыми отцами, благородными учителями, а показать себя даже с худшей стороны. Но при этом вот наш русский человек, вот он, ну, есть у него в черте, что если встает речь о подвиге, то он в этот подвиг бросается как с головой, и вот там, допустим, в этом фильме герой Тимофея Трибунцева, который вот, в общем, до этого показан, ну, таким не самым приятным, как бы, человеком, не самым плохим, но и не самым приятным. Но в момент бури, в момент шторма он кидается спасать незнакомых ему людей, прям в это море бушующее без страховки, вот это отчаянный такой жест, вот как говорит Хлебников, ну, не в моих правилах, как-то касаться в данном случае интервью, но вот меня эта картина заинтересовала, я все-таки несколько интервью почитал и послушал, и не могу теперь как бы это знание не использовать в своем рассказе, что вот, получается, вот этот короткий миг подвига для русского человека оправдывает порой всю мерзость и вот прочей жизни, что якобы этот подвиг перечеркивает все то, кем он был до этого и какой он в реальной жизни. Вот, ну, подвиг, да, а дальше, дальше ты можешь быть, ну, я уже перефразирую, что называется, ну, ты можешь оставаться говном, но главное, что в твоей жизни вот этот подвиг, подвиг добыл. Вот, и вот это сочленение действительно того, как они обращаются, эти мужики, бывалые моряки, рыбаки, с ребятами, молодыми, необтесанными, и как вот они ведут потом вот во время шторма, ну, вот это противоставление, оно для режиссера, для автора фильма и важно, вот, и, ну, другое дело, вот насколько мы это готовы принимать, вот, ну, вот я как говорил, что мы вот первый час воспринимаем этот фильм как именно такое путешествие на вот ржавое посудине вот в море, за рыбой, вот мы следим за бытом этих моряков, со всеми подробностями, ну, да, не без вот какого-то такого смеха, ну, опять же, конечно, для того, чтобы эти все подробности нам показать, там была проведена большая исследовательская работа, то есть погружение в этот мир, что это не просто что-то выдуманное, мы должны почувствовать, что вот так они и живут, и, ну, вплоть до таких деталей, что, оказывается, надо обязательно, даже когда тебя мутит во время качки, что надо обязательно жрать, вот как там говорится, жрать надо обязательно, чтобы было потом чем блевать, вот я, допустим, даже с этой точки зрения никогда и не думал, да, рассматривать, а оказывается, вот моряки знают, о чем говорят, вот, и, конечно, их вот эта обида, когда они узнают, что для вот этого, для молодого героя, которого играет как раз сын режиссера, Макар Хлебников, нам уже знакомый по сериалу «Пингвины моей мамы», о котором я рассказывал, вот, ну, подающий надежды молодой юноше, пожелаем ему успехов, и вот, когда они узнают, что для него это не более чем приключение, что он пошел в плавание по приколу, для них это оказывается оскорблением, потому что для них это жизнь, вот, и они к этому относятся всерьез, и они готовы подшутить сами над собой, но они не разрешают подшучивать над этим другим, пришлым. Вот это оказывается, вот, для них это все всерьез, и вот это, соответственно, погружение нас, зрителей, в этот мир, приводит, соответственно, к определенным драматическим ситуациям, о которых я уж не буду говорить, и вот к этому шторму, о котором, ну, просто я и рад был бы промолчать, но вот просто говорю, что сложно это укрыть, этого слона в комнате, потому что о нем, вот, прям, вот, как нечто ключевое подавалось в ходе рекламной кампании этого фильма, хотя на самом деле я не могу сказать, что шторм здесь ключевое событие, по-моему, здесь ключевое событие совсем другое, но вот как раз то, что от потенциальных зрителей это ключевое событие было скрыто, по понятным причинам, вот это работает, потому что когда это событие происходит, ты, конечно, в шоке абсолютно, ты не готов к этому, и оно, конечно, тебя совершенно прямо раздирает, и вот фильм становится вот до и после, и ты его уже смотришь совершенно иными глазами, но вот, ну, наверное, то, что это вот именно как сюрприз работает, ну, наверное, так оно и должно быть, и это правильно, и на самом деле, как я уже сказал, зная Хлебникова, ты ждёшь, что что-то такое произойдёт, но ты не можешь предположить, что именно это стало, конечно, прям неожиданностью прям огромнейшей, хотя там даже и предупреждали о том, что, ну, там есть как бы вроде намёк, но ты этот намёк понимаешь уже опосля, а так как зритель, я вот, я не мог предположить, что это дело обернётся таким образом, и это, можно сказать, что это сценарная, конечно, большая удача, вот, а так нас, ну, не то, чтобы обмануть, но порой ведь мы сетуем на фильмы, что мы порой некоторые фильмы, наоборот, нам кажутся слишком предсказуемы по развитию сюжета, а от некоторых фильмов мы, наоборот, сетуем, что они, ну, да, наоборот, ну, в общем, как-то наоборот, ну, мы, наоборот, хотим, чтобы они были предсказуемы, скажем так, да, и они нас, когда обманывают, они не столь предсказуемы, нам, может, не всегда это нравится, а вот сделать такой сюжет к которым ты не мог бы вот при всей своей насмотренности ты не смог бы сказать что там будет ключевым каким будет то есть я мог предсказать что там будет вот это размеренное течение морской жизни на то есть я не сомневался что вот как-то это все будет показано довольно таки достоверно но чем в итоге все обернется нет для меня это стал большой неожиданностью я считаю это конечно огромным плюсом для вот сына это картина другое дело что ну тут уже есть вот во мне лично тебе легло не легло но не знаю вот говоря об этом фильме конечно отмечают вот что вот это испытание этих молодых ребят и говорят про этот буллинг со стороны взрослых но не знаю я не уверен что это прямо здесь подано прям как вот ну прям да правильно достойно внимание наш допустим вот этому герою хлебникова достается за то что он долго моется в душе и пару раз и сделан акцент на этом но мне непонятно как зрителя почему ему просто не сказали чувак месси отброси быстрее тут очередь а почему получается мы в первый раз про это не сказали как то так почему-то он такой оказалось ну понятно что молодые люди я сам был таким же туповатым надо объяснить какие-то вещи я вот сам по себе помню что я далеко не все схватывал на лету ну сказали бы в меру просто но чувак но те много людей все хотят помыться а ты занимаешь вот эту душевую столько времени тут очередь он так не делается и он нормально поговорили он должен был вроде бы понять нет не поняли поэтому надо там дальше как это его там это чего-то объяснять там на него голос повышать но нормально бы объяснили а почти вот мне непонятно чё что нормально-то не поговорили ну вот наверное да наверное тоже но режиссерское прочтение этого сюжета в том что они не могут тут нормально друг с другом как-то вот общаться не могут чего-то там говорить вот или вот это на путешествие в норвегию ну и чтобы побольше рыбы схватить значит вами тнемся в норвегию там что называется сейчас туда-час обратно никто не заметит но тоже вот как-то не очень понятно то есть особенно в развитии фильма вроде бы они туда едут по рыбу поймали вроде бы они все типа мы с концами уплываем и вроде бы уже уплыли вернулись на родину в родные воды а каким образом тогда во время шторма это норвежка судно снова оказалось рядом с ними фигушки прямо прям непонятно не вроде уже открылись от по отплыли далеко и вроде бы там уже дело забытое а тем не менее получается что они этих норвежцев спасают такие моменты какие-то остаются в без ответов и вот допустим даже понятный вот хлебниковский ход очевидно это построение на многих фильмов используется когда нам отдаются какую-то затравку на некое событие но не показывают само событие и здесь это связано с тем что герой трибунца он снимает такой тик ток и сперва нам начин то дано это то что нам пока мы входим в момент когда он этих ток уже снял и все смеются а мы не понимаем над чем смеются потом второй раз нам показывают начин то когда этот трибунцев герой трибунцев показывает этот тик ток норвежцам те смотрят а мы не видим и мы по их реакции только понимаем что там что-то такое произошло мы можем догадаться самого начала и по самом начале но получается нам это не показано и вот этот ход когда получается этот ролик он дается в самом конце как некая финальная точка но это это же довольно банальный прием то есть вот этот такой три вот этих три раза два не показали на третий показали а это в общем не то чтобы хлебников тут и работает как-то вот так с чем-то новым то есть он вот такой прием который используется в но на во многих фильмов их раз не ожидаешь на это хлебникова что он при все вот нестандартности своего остального подхода что он использует вот эту такую железобетонную можно так сказать проверенную временем конструкцию временем и другими фильмами что это так это работает но с другой стороны но используют и используют мне конечно понравилось вот уже киновеческое такое когда я слушаю тоже размышления что там виде вы суть этого ролика то что этот герой трибунцева выпивает вместе с фильмом мальков и что тем самым он и этих ребят как бы тоже выпивает как бы столь же беззаботно пренебрежительно и вот они как бы им оказывается переварено что называется но хлебников сам признается что не в не вкладывал это вот такого смысла что да это интересно но в общем то есть это это можно киновечески додумать чего угодно уже но окей как бы да то есть пожалуйста если хотите можете и таким образом размышлять но тем более действительно это очень интересное такое такое наблюдение а отдельно на тоже вот я уже как бы пытаюсь даже не самим фильмом как бы вступать в диалог а вот с разнообразными этим интервью я честно говоря удивился тому когда уже в интервью понял способом сожалеющего об этом хлебникова что связи с нынешними правилами фильме нету мата а так бы конечно мата было бы дофига но с другой стороны вот я смотрел этот фильм я не обратил на это внимание ну да то есть вроде бы понятно что моряки должны все время мат перемат это как бы это был выглядел бы естественно но то что фильм снят вот в такой советской стилистике где в советском у нас тоже кинематографе мата не было невозможно было представить а тем не менее как то знаете и вот я и не обратил внимание то есть на меня это оказалось нормально ну то есть если бы они конечно прям вот это через слово но может быть это выглядел бы для них органично но то что в общем они даже во время шторма вот этот ман не звучит для меня это не стало какой-то проблемой но но низу я не заметил это поэтому я не вижу что это какая-то проблема что фильм как-то обеднел от того что ну максимум что они себе позволяют что там там кто-то что-то там не понимает и мог кричат что тебе что в руки насрать чтобы прилипало пока что-то неправильно делает он с этим неводом вот и вот это слово насрать становится чуть ли не самым грубым словом лексиконе этих товарищей ну но окей в общем то есть не я не увидел этом проблему кстати очень по поводу вообще-то что звучит что не звучит фильме конечно вот эта работа со звуком такого германс германовского характера да алексей герман тоже вот в общем не раз давал повод вот этим зрителям вообще спрашивать а что 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 они говорят да и вот здесь хлебников но в общем действительно на полной мере он погружает нас в атмосферу происходящего этом фонограмме неотрывно вот этот звучит вот этот звук работающего мотора и богачему заглушается половина реплик и там ты должен прислушиваться чего они как-то но это погружает нас с другой стороны в реальность мы не слышим может быть в значительной части реплик но я во всяком случае многих должен был догадываться но я так подозреваю это художественный прием что да то есть это погружение в среду что наверное я готов сказать что наверное хлебников так и задумывал если нет то значит ну вот я уже оправдывают недостатки но вообще это логично выглядит ну да они на 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 моторной вот этому типу что это такое будет лодка до рыболовецкая ну вот там так все это звучит там тарахтит все это да пойди разбери что они кричат друг другу порой это конечно тебе хочется ножки разобраться более подробно чего они там чего сказали но это уж извини че услышал то услышал если это так и задумано но ну да это даже ну даже любопытно в общем но почему как бы нет скорее нет для меня как бы вот в неудачи про неудачи я могу сказать что конечно мне кажется мне кажется удачным подобранный саундтрек вот это то что они слушают шатунову салтыкову для моряков пусть допустим даже предположить что они прямо такие выросли в 90-х 80-х почему они слушают вот такую попсень вот эту да вроде бы брутальные мужики такие прям это а почему не русский рок ну что они совсем вот такие попсовевшие да то есть там бы это конечно не суть важно то что именно они слушают но тем не менее ну как то в общем это режет немножко слух что это в общем-то это удивлен я удивлен почему такой выбор именно песен если у молодых такой довольно таки современный рэпчик которыми совершенно тоже неприятен я не принимаю для себя эту музыку как бы но окей мало ли чего они там служит а почему вот получается ну там чуть постарше меня мои ровесники вот это вот это слушают я не но я удивлю ну 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 окей ну конечно обиднее всего в этом отношении что ты после аритмии которая заканчивалась вот этим действительно которая подарила нам вот всенародный хит вот этого стрекала или стрекала как правильно его произносить наше лето вот действительно фильм я до этого песни не слышал но теперь эта песня одна из моих любимых безусловно и по плотнейшим образом с аритмии ассоциируется и конечно ты вроде бы так даже ждешь ну что наверное и этот фильм тоже должен закончиться вот чем-то таким вот что нам бы придало новую жизнь и его отдала бы новую жизнь песни и когда фильм довольно таки трагически по своему содержанию заканчивается песни бабье лето шутунова которая до этого даже и наверное не слышал никогда но или слышал никогда для меня это не было каким-то то она была событийным ну тоже вот это по псине 80-х годов мимо меня которая прошедшая даже не знаю может быть это бабье лето шутунов и позже пел но очень певец не совсем конечно моего поколения не не близкий и вот почему именно эту песню ставят хлебников на титры я удивлю в аритмии тоже как бы это не самый вроде бы напрашивающийся сюжетного вариант да то есть как бы вроде не имеет отношения к будням этих медицинских работников этой песни но она она ложится и она создает настроение добавляет это настроение тем более что она присутствует и в середине картина а здесь не знаю не знаю ну цель по поводу титров меня конечно очень приколол то что настолько действительно вот я уже сказал что производственные вот это производство съемки были настолько сложны и вот это отдельная история как это все снимали конечно проект тоже хочется узнавать и поэтому рекомендую если вас фильм заинтересовал только вот эти интервью всех лебникова они любопытно в том плане просто как это делалось и конечно вот очень в об этом в титрах ты видишь что когда я доходит дело до разработки вот этой гидравлической системы там все вот люди задействованы именно в этом с фамилии имя отчества то есть не просто как кинематографические титры имя фамилия а вот с ими мочи то есть как обычно делают благодарность а они это идут вот эта группа людей идет не в благодарности к в середине титров и это бросается в глаза прям вот с таким уважением что-то но тоже такой нюансик и такое вроде маленький но по-своему такой очень любопытный ну вот я не упомянул я упомянул двух актеров трибунцев и хлебникова говоря об актерском ансамбле этого фильма но надо сказать что здесь очень хороший конечно александр робок и евгений сытый в одной из своих последних ролей второй парень это олег савастюк может быть тоже ему повезет дальше в будущем тоже как бы сейчас конечно упор в многие упор на макаре хлебникове вот но мой тот второй парень тоже очень хорошо справился с задачей вот но да фильм неплохой ничего не могу дурного сказать наверно какую-то критику я уже отметил но в целом достойная картина но наверное действительно меня немножко подкосил то что все такие хвалят и вот на перехвали на и ожидания они вот привели наоборот на меня к тому что да у меня а мне наоборот вот вроде не очень вроде как и прохватно осталось но с другой стороны если вообще говорить о российском киноконтексте сегодняшнего дня ну а что еще тогда что у нас еще выходило да может быть я еще не все смотрел но то есть так если по серьезному но в общем сейчас у нас конечно оскар уже не отправляют фильма и вряд ли будут отправлять в этом году и даже если бы отправляли то скорее всего отправили бы этот вызов космический ну а почему опять же не хлебникова достойный достойный фильм который конечно наверняка в иной ситуации имел бы какие-то перспективы и на международном поле в общем конечно если смотреть российское кино то смотреть российское кино от хороших режиссеров хлебников режиссер хороший и в любом случае вот независимости от моего личного отношения к этой картине ну вот я прямо не прикипел к ней сердцем так как вот корректми ну в любом случае конечно снегирь достойное кино не пропустите безусловно ну люди в любом случае старались и вот результат у них получился очень очень достойный то есть в Продолжение следует...